МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на 24 КИЗ в студии Путаков Саркулова. Здравствуйте. Землетрясение произошло в Алматы. Сеть сейсмических станций зарегистрировала подземные толчки. Сегодня около 10 утра по столичному времени. В МЧС сообщили, это был авторшок. Эпицентр находился в 260 километрах от мегаполиса до территории Китая, на глубине 10 километров. В Алматы ощутимость землетрясения составила 3 балла. В МЧС рекомендуют гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике. К слову, за последний месяц сейсмологи зафиксировали уже больше 8 тысяч авторшоков. 20 из них алматинцы почувствовали. Международные перевозки возобновляют на востоке Казахстана. В планах наладить регулярное автобусное сообщение с Алматы и Каток-Карага. Также с начала года в Усть-Каменогорск могут добраться общественным транспортом жители Шимонахинского района. Этот маршрут пока субсидируют. За время пандемии нелегальные перевозчики прочно заняли нишу и пока сложно восстановить пассажиропоток. Подробности у Анны Лиссимбердиной. Автовокзал Усть-Каменогорска постепенно оживает. Пандемия нанесла в сфере пассажирских перевозок огромный урон. Сокрытые направления, утечка кадров и только недавно на табло вернулись названия привычных маршрутов. К примеру, в Шамонахо. Больше двух лет автобусы туда не ходили. Теперь идет борьба за пассажиров. Пока не очень много, но, допустим, на сегодняшний день я считаю, что это неплохо. Пять человек до Усть-Каменогорска и один человек до Верхубы. А так, в основном, Верхуба, Секисовка и Усть-Каменогорск. За месяц с возобновлением маршрута им воспользовались почти 100 человек. Это как раз те люди, которым такси не по карману. Перевозчики вынуждены работать себе в убыток, совершая по дворейся в день. Но направление социально важное. Главное – дать доступное предложение людям. Поэтому часть расходов теперь восполняют субсидии. Хотя в целом проблемы это все равно не решает. Для того, чтобы появился спрос на рынке, мы должны ликвидировать рынок нелегальных перевозчиков. Пока он существует, пассажиропоток не восстановится. И государство будет субсидировать вечно эту отрасль, пока она не решит вопрос с нелегальными перевозками. Тем более, что они никому не подчиняются, не платят налоги и не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность пассажиров, говорят эксперты. Но пока в регионе с ними справиться не в состоянии. Поэтому и появилась необходимость субсидировать перевозчиков. Эту практику внедряют и в районах. В Шаманайхе теперь действуют 15 маршрутов между селами и райцентром. В прошлом году мы израсходовали на субсидирование 45 миллионов тенге. В этом году планируем увеличить до 75 миллионов тенге. Маршруты у нас все значимые. В каждом населенном пункте у нас есть потребность доставки их в районный центр для решения их насущных каждодневных проблем. Пойдут эти средства в том числе на повышение заработных платов водителей. Зарплату около 200 тысяч мы зарабатываем. Но это, конечно, мало. Хотелось бы побольше, чтобы с 6 часов утра на работе, но и также до 7 вечера мы работаем. В целом в регионе на субсидии внутриобластных маршрутов на этот год заложили 350 миллионов тенге. И запускают рейсы в Катон-Карагай, Курчун. Ежедневными стали рейсы в Зайцан. По несколько раз в сутки автобусы ходят в Ридер и в Уланский район. Но смогут ли выжить эти маршруты, покажет только время. Анна Лисенберг, Гриба Паканов, Восточно-Казахстанская область, 24 ГИЗ. Теперь о событиях в мире. Во Франции усиливаются массовые протесты фермеров. Демонстранты ворвались на крупнейшую сельскохозяйственную выставку в Париже, где требовали отставки президента Франции, который также прибыл на открытие мероприятия. Произошло столкновение с полицией. По меньшей мере, 8 человек пострадали. В результате Макрон вышел к активистам. Переговоры длились около 4 часов. Президент пообещал добиться защиты прав фермеров и ограничить импорт сельхозпродукции за рубежа. Отмечу, массовые демонстрации аграриев продолжаются во Франции больше месяца. Причина – падение доходов из-за инфляции и плохие условия труда. В Беларуси проходит первый в истории страны единый день голосования, когда совмещены выборы разных уровней. Сегодня определяются депутаты Нижней палаты парламента и местных советов. Всего в парламент выдвинули 298 человек, из которых в качестве кандидатов зарегистрировали 265. А в местные советы депутатов зарегистрировали 18 802 человека. За тем, как проходит голосование, следят наблюдатели из миссии СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, а также 50 зарубежных экспертов. Накануне в избиркоме подвели результаты промежуточных итогов инспекции досрочного голосования. Нарушений в ходе мероприятия не выявлено. Отмечу, после голосования президент Беларуси ответил на вопросы журналистов. В ходе интервью Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в следующих выборах президента страны в 2025 году. Об этом сообщает информагентство Белта. Миссия Шанхайской организации сотрудничества, она работает в соответствии с принципами и положениями, которые установлены ее государственными членами. Одним из принципов работы этой миссии является политическая нейтральность, объективность, невмешательство в внутренние дела государства, где проходят выборы. И исключение какого-либо постороннего влияния или давления, как со стороны государственных органов, как как-либо третьих государств, так даже со стороны главы миссии. Он не может влиять на членов миссии наблюдателей. Все оценки делаются на основе личных наблюдений, заключений и фактов, прежде всего. И в событиях в нашей стране в Ахтубе больше 300 детей ежегодно проходит реабилитацию посредством адаптивной верховой езды. Однако число нуждающихся в процедуре значительно больше, говорят специалисты. Ипотерапию проводят на базе школы по национальным видам спорта. Охватить всех пациентов там не могут. Сначала необходимо увеличить штат и дополнительно приобрести лошадей. Подробности у Натальи Сальковой. Ания Курмамбаева на занятия ипотерапии привозит сына два раза в неделю. Он очень редко проявляет эмоции, делится мама, но все меняется, когда дело касается верховой езды. Яросыл с удовольствием посещает курсы. Это очень хороший дается эффект. Именно в эмоциональном плане. Естественно, у ребенка снижаются вот эти депрессивные расстройства, меньше истерик. Он хорошо спит, понимаете. Вот это вот очень для нас, для матерей, особенно, которые каждый день 24 часа с этим ребенком находятся, мы это все замечаем. Ежедневно занятия ипотерапией посещают 16 детей. В основном с расстройствами аутического спектра, ДЦП, задержкой речевого развития и синдромом Дауна. Есть и определенные результаты. Владимир Сажин старшим тренером по ипотерапии работает 5 лет. Говорит, что за это время 4 человека, которые раньше передвигались на инвалидных колясках, смогли встать на ноги. При работе на лошади 70% мышц у ребенка загружено. В чем преимущество лошади? Это, во-первых, прогрев. Температура лошади стабильная. Всегда 36 градусов. Затем колебательное движение лошадь полноценно передает ребенку. И плюс массаж. Это вот действие лошади переваливания со стороны в сторону, покачивание вперед-назад. Это полностью процесс пользы, который приносит лошадь. Один сеанс ипотерапии длится в среднем полчаса. Тренеры учитывают особенности развития ребенка и берут во внимание нагрузку на лошади. Здесь пока два специально обученных скакуна. Чтобы принимать больше детей, их количество необходимо увеличить. Есть потребность и в специалистах. На сегодняшний день мы знаем по статистике, что 5 тысяч детей, которые основательно нуждаются в ипотерапии по направлению, мы их еще не можем охватить, потому что время распределено. И с каждым ребенком мы отрабатываем положенные часы. Штат еще маленький. На сегодняшний день у нас 7 сотрудников. И нужно расширение штатов и увеличение дополнительного инвентаря и также наших коней. Увеличение штата сотрудников и приобретение нескольких лошадей для занятий ипотерапии в планах есть. По словам представителей областного управления физкультуры и спорта, эти вопросы рассмотрят на очередной сессии Маслихата. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Октубе, 24 КИЗ. Этот аул в народе называют местом, где живут золотые мамы. Одна из них – Тазагуль Казабекова. Несмотря на свой преклонный возраст, бабушка без дела не сидит. В сельском клубе везет кружок вязания. Учит желающих создавать оригинальные предметы. У обладательницы подвески «Алтналха» 11 детей. По меркам этого села не так много. У моих ровесниц по темы Сабыт было 18 детей. Всех вырастили достойными людьми. Старшие на пенсии. Их дети и внуки тоже многодетные мамы. Равняется Натазагуляже и Айнор Дуспенбетова. Мать шестерых детей – мастер лоскутного шитья. Своё хобби обладательница подвески «Кумасалха» превратила в бизнес. Получила денежный грант в миллион тенге и открыла собственное дело. Прясть из шерсти, вязать тёплую одежду, ткать ковры и украшения для юрты. Всему этому мы учились у наших мам и бабушек. Рукоделие и прикладное искусство у нашего народа в крови. Эти знания всегда передавались из поколения в поколение. И для нас тоже очень важно сохранить наши национальные традиции и культуру. А ещё в селе есть свой ансамбль бабушек – Баттер Аналар. Его создали 35 лет назад. Сейчас в творческом коллективе третье поколение вокалистов из числа матерей-героинь. Трио, квартет, хор, дамбра и гитара. Нашему ансамблю всегда рады на любых торжествах. Репертуар широкий. Да и солистки к делу относятся ответственно и с большой любовью. Раньше наши мамы и бабушки выступали даже на полях. Дарили песни и хорошее настроение аграриям и механизаторам. Сейчас их традиции продолжаем мы. Село Ембек славится не только золотыми мамами. Здесь почти нулевая преступность. За последние 7 лет ни одного правонарушения. Аул процветает и почти в каждом доме свой маленький детский сад. Райхан Тажибаева, Нуржам Узарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Казалардинская область, 24 Кизет. Теперь о спорте. Сегодня в Турецкой Анталии произведет матч за Суперкубок Казахстана по футболу. Почетный трофей разыграют действующий чемпион страны Орда Пассе и обладатель Кубка Казахстана в Останайске Табул. О том, с каким настроением команды подходят к важной игре, в материале нашего корреспондента Ануара Абдрахманова. Анталия, Турция, берег Средиземного моря. В таком антураже матч за Суперкубок Казахстана еще никогда не проходил. В этом году трофей разыграют Табул и Орда Бассы. Для команд это возможность еще раз проверить силы перед стартом чемпионата Казахстана и начать новый сезон со значимой победы. Суперкубок Казахстана приобретает международный характер, говорят организаторы. Решение провести открытие сезона за рубежом продиктовано погодными условиями внутри Казахстана и ремонтом Астана-арены. Главный стадион страны пока недоступен для игры в футбол. Поэтому это единственный возможный вариант по сути. Возможно, если бы не эти обстоятельства, может быть проводился бы Суперкубок в Алматы, например. А в Алматы сегодня снег лежит и минус 8. Не лучшие условия для проведения матчи. Поэтому я думаю, что это рациональное решение. В первую очередь, со спортивной точки зрения оно очень удобное, правильное. Потому что команды как раз здесь завершали свою предсезонную подготовку. И с точки зрения логистики для них очень удобно было здесь находиться и играть. К тому же мы сами все прекрасно видим, на каком шикарном стадионе мы будем проводить матч. И какого качества поля. Это тоже немаловажно. Для Табола сегодняшняя игра – шанс в третий раз заполучить Суперкубок. Вдобавок, Костанайсы намерены взять реванш у Орда Басы за недавнее поражение в предсезонном турнире. Я считаю, что в первую битву мы проиграли. Но в второй финал мы должны обязательно выиграть. И мы за предельно настроены. И мы отдадим всю силу, чтобы выиграть в этой игре. Орда Басы вступает в новый сезон в качестве чемпиона страны. Известно, что точно в матче не сыграет Бауржан Исвамхан. Но есть и хорошие новости для болельщиков Орда Басы. К игре вполне возможно будет готов капитан сборной Асхат Тагаберген. Наличие такого лидера в составе – важное подспорье для развития вариативности атак. Мы проделали достаточно большой и сложный объем работы. Непростой отрезок у нас был здесь в плане временного. Мы без переезда провели здесь время. Конечно, накопилась такая и физическая, наверное, и все-таки психоэмоциональная усталость. Это первый в истории суперкубок вне страны. Жаль, что он пройдет не в Казахстане. Без болельщиков. Но мы знаем, что Астана-арена закрыта. Другие арены не готовы. Но здесь есть условия. Это будет вторая игра с Табулом. Она важная и хотелось бы начать сезон с победы. Главные тренеры команд на предматчевой пресс-конференции явно дали понять, что относятся к предстоящей игре со всей серьезностью. В одном отдельно взятом матче может победить как одна команда, так и другая. Все это говорит о том, что и Табул, и Орда Басы имеют равные шансы на то, чтобы отпраздновать успех в Анталии. Ануар Абдрахманов, Абдул Хамид Буликпаев, 24КЗ. К этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова